Мы начинаем трактат Ахолот, глава шестая. Это непростые мечнают, связанные с нечистотой, с тумой, мертвеца и так далее. Где она переходит, куда она переходит. Кто говорит мечна так, введение сюда так, мечна говорит, Мы сказали, Огель, шатер или здание, он говорит, все, что находится под ним, нечистое. Но он также закрывает от распространения этой нечистоты дальше. Как на той неделе мы с вами проходили, было два этажа, между ними в потолке была дыра. И там, смотря какие вещи туда вкладывали, глиняные или другие, Как бы был это плак, задвижка, чтобы закрывало, чтобы туман не распространялся. Это мечна говорит, что целый человек и другие изделия и предметы, они не являются такой задвижкой, не являются такой перегородкой. Поэтому говорит мечна так, адам и колин нету используются crazy, не являются такими. Она говорит, что человек и другие изделия, они становятся как шатерами для того, чтобы распространять. осквернить как объясняет это здесь и лезер ой они смахали дэ адам о леды килин то есть на человеке держится этот шатер или на какой-то на каком-то другом предмете миша уэлитами все это считается как бы он шатер все что там находится закрыто все что находится становится нечистым как будто это внутри шатра оба не лот на летает и нам хочется цимбив не от ума кейт а сейчас мы посмотрим но они не могут то есть они человек служит переводником этой нечистоты но не может служить преграды к кейт а арба а а нашим нос им это не бах четыре человека несут огромный камень четырех сторон к нам тум а тактав килин ши аль габар теме им теперь они несут под этим камнем нечистота мертвый человек они его несут эти четыре человека что получается тума тактав килин ши аль габар теме им не чистота под ним под этим камнем но если на этом камне есть другие предметы они становятся нечистыми камень про камень сейчас не говорим мы просто говорим что вот так что камень не задерживает эту нечистоту потому что эти люди несут его эта чистота передается наверх тума аль габар килин ши тактав тимим а если наоборот не чистота была на самом камне камень не принимает не чисто туда если не сюда было на самом камне то то что под камнем тоже становится нечистым раби элезер метаэр бэн митахтав бэн эль габар десуэд на сэ ой эль гамм ле таэр бэхоцэйс ми пнех тума хэйн и манит бах хикэр мекан и нудивре мекан и нудиврэр бэлэстап теперь раби элезер метаэр говорит нет этот камень является преградой и для того что на нем и для того что поднял он задерживает не чистоту она не распространяется даже говорит мечта на тан аль-бара аль-бара килин афилу клей гелалин если он положил этот камень на какие-то предметы на столбы скажем какие-то даже они сделаны на килинг килинг или это предметы изделия для линка мы говорили раньше делали посуду из всего из навоза животных прожгли его сделали посуду о клея ваним или другие каменные сосуды клея дома или земляные сосуды что все то что вы перечислили они сами не чистоту не принимают эти изделия из земли из навоза из камня не принимает не чистоту тебя на них становится на них лежит другой камень большой кроме тума тахтав келимш аль-габав теми опять же если нечистота под этим камнем на котором который стоит на этих изделиях то что на нем нечистое тума аль-габав келимш тахтав теми а если нечистота на нем то то что пойдем нечистое на туnoop alor ba awanino typo альдоваться и егоруша хаим но если этот камень положили на 4 других камня там у нас была каменная изделие каменная тарелка каменная здесь к просто камни положили этот камень большой на каменной на другие 4 камня или о андово 6 гуку а им или положили на что-то что имеет жизнь на животное кроме человека имеется ввиду тума тактав келим шага бабки он если нечистота под ним то то что над ним не становится нечистым тума алгаба келим шага вторим а если нечистота на нем на камне то что под ними становится нечистым и кмоши аре ой че-гаве ой леви а тума келфоцис бихня тума варе ген тегон это тогда получается шаг как бы шатром который все что под ним все что внутри вместе с нечистотой становится нечистым но дальше это уже нечистота не распространяется это только как мы сказали как мы сказал вот этот человек он что становится человек или другие предметы они передают эту нечистоту не задерживают которые держали это камень и не снятят камень и так далее но здесь это камень сам на дорогу на других камнях то нечистот он задерживает нечистоту является преградой для нее то вторая мишна ковре хаме чаю оврин би ахсадра веге гиев и хадме гэм это делит и люди шли шла похоронная процессия и те кто проходили мимо такого балкона один из не тех кто нёс могилу а те кто прошло сли и шли в этой похоронной процессе закрыл 2 это делит и желтый конец от ума бы байбе шаши овру дэрэх ахсадра шилиф нэх байт киван ши ешь текра а лагаба что он взял он за что они пройдут под этим навесом он закрыл для что вот это нечистота не зашла в дом усмаха бимов тех и он закрыл или подержал эту дверь ключом имя поля деле даму бифне от самого то есть и вот эта дверь может быть закрытой без поддержки вот это выключать принять что там был за ключ или в палку он вставил туда или корма швы байча отделит поцепить не от ума и и имя поля дэльдам от бифне от самого того все что внутри дома чистое даже прошли этот и прошел перед ним под этим навесом мертвец там дверь так как дверь закрыта все что внутри чистое это нечистота не проходит через 2 2 нет не под навесом она дверь тоже под навесом но имеют что навес стоит но в бирже есть дверь открыта на долгая сместа да но под навесом то будет чистота да просто навес балкончик в балкон тебе это вход в дом а не вороз значит да вот но дальше хочется без снятого ве им ла в таме заход 2 не смогли им и нахо цеть и надо мы келим на осым а если эта дверь не может сама стоять закрытой она постоянно открывается а мы сказали что он поставил там под него что-то то так как он поставил по него что-то мы сказали человек это все равно что вот эти люди или переносили этот большой камень или этот камень поставили на какие-то другие предметы они не задерживают нечистоту поэтому даже дверь закрыта но она не может быть закрыта сама по себе она и мертвец там прошел все что в доме становится нечистым то есть это дом вот это дом это стенка здесь навес даже гадмишна в хэн хавит герогрот окупа шел тэвин шэн нету нот бахалон и мы полим на грогрот они стоят на окне как что там за окно размерах на минимум кулак на кулак это откуда чистота может не что там было 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 маленькое окно в стенке он хочет это окно закрыть чем он закрыл вот этими вот этими жиром или этой соломой говорит мишна объясняет мишна дареза что при уставе что этот инжир испортился или это солома тоже уже сгнила и то что он ее закрыл он же больше оттуда нее не уберет поэтому в таком случае и они могут сами там находиться без какой-то любой другой поддержки тогда они считаются как бы частью стены они прикрывают и не дают не эту мне пройти то все что правило пока такое дальше мы еще будем проходить правило пока такое то все что под одной крышей становится нечистым типа даже на 2 имя чемпионам он меня от манеля имя хавит теме теме им а если сам вот этот инжир он не мог бы как бы закрывать эту это окно эту нишу а только если он находился бы в кувшине тогда все что внутри дома нечистое день келима хочет им почему мы сказали потому что изделия предметы не задерживают туму и здесь тоже этот кувшин не задержит туму у в хавича хэр эсмая виша пиа кенегида тума ты им гадага кенегида тума охотцы срикнят но как мы говорили скорее всего это был кувшин глиняный а отверстием наружу откуда тума идет почему потому что искали кувшин как становится нечистым только если в тума заходит в него снаружи нет если было бы наоборот скорее всего он бы остановил байча хацыцо бэкан к ним витах бэти и имя халатия хламу биф не от смотт ахор им лавтами что взял дом и как бы сделал там получается что он взял стенку из кувшинов а потом замазал эти стены эту стенку вот эти он сделал стенку из кувшинов от вина а потом замазал их пластырь как ну там у нас стенки закладывали ставили кирпичи посередине а потому что из-за штукатуры вот за штукатур или эти кувшины говорит мишна так если это штукатурка может сама по себе стоять из кувшина туда убрать она бы стояла достаточно толстая тогда не чистота не проходит а если нет нужно эти кувшины то кувшина эту нечистоту не задерживают третья мишна котель хамшамеш этабайт едон мэкца лэмэкца кита типа стенка которая поддерживает дом она считается 50 на 50 то есть ее толщина 50 на 50 как котель шугун лави наружная стенка то есть стенка которая разделяет дом от улицы наружная стенка да если вы посмотрите в иерусалим там стенка метр там огромные стенки из камнезия она так тратайк раньше строили ципер говори нам здесь так котелом шумешет баэт егидон мэкца лэмэкца китай котел шоу алла овира аула ма ино шоу мауссиг беднева это хацер он лью шоу дарбим ваатумаа бетухо бе хор о бе седек шэн ботефах шеба котел и мату а мэкцэ у велифни велиф нээм а байтами на уме дмил мааланта он теперь эта стенка толстая как вы сказали и в стенке есть нечистота какой-то кусок нечистоты часть мертвого человека или животные и так далее так он говорит если так бе хор зэгэшэн ботефах сама это сама это отверстие где это нечто находится размер у него кулак и меньше чем один кулак если это находится в стенке на теперь стенка мы сказали полметра скажем 25 сантиметров и ближе к дому на стороне дома это нечистота то все что в доме становится нечистым сколько бы не было что только должна быть такой толщины чтобы она могла сама стоять здесь мы говорим про стенку а здесь внутри в толщине стенки находится нечистота но толщина стенки мы сказали 50 сантиметров есть мистинку разъем ровно посередине то это нечистот находится на внутренней стороне стенки ближе к дому а бейттаме все что в нутри дома находится нечистот и аомет милмалан тахор дээно китумаа рецутца тумаа рецутца хайно шеэн ла тэфах речта или пешет вукат ваула умтамоа ад ларакеев вене вукат а леолла вим дашь и махцюлд минк SPEAKER 1 амет милмалан т.п теперь получается так что в этом случае все что внутри дома нечистое а человек то стоит над этой стейкой он чистый ну это тумане считается наверх но если это нечистота кусток нечистоты был с наружной половинки стенки он был внутри стики но с наружной ее стороны тогда все что в доме чистое но то что но человек который стоит над этой стенкой становится нечистоты Почему это считается тума, нету вокруг нее свободного пространства в размере скула, поэтому она проходит до небес. Какая высота дома, чтобы она не проходила? Нет, не написано здесь. Разве нет, какая нечто там? Дальше он говорит. Как, если она такая низкая, короткая? Ну все равно. Все равно не проходит? Смотря где она находится? Нет. Это зависит от того, где эта нечистота находится. Есть? Нет. Она не проходит, потому что... Сейчас мы даже посмотрим, что проверяется, есть ли над этой нечистотой пространство. Мы сейчас посмотрим, например, даже могилу, если там дело, почему там свободно оставляют? Кулак нужно минимум. Сейчас посмотрим. Дальше говорит. А что если вот этот кусочек нечистоты находится ровно посередине этой стены? В середине толщины этой стены? Он говорит так. Он говорит так. Дом нечистый. Все, что внутри дома нечистый. А тот, кто стоит над этой стенкой. Он говорит так. Он говорит так. Нечистота. Он говорит так. Он говорит так. Он говорит так. случае мы идем по закону что дом нечистый и он нечистый но мы сказали до этого что если дом нечистый то человек который стоит над этой стенкой он чистый только если наружу это было нечистота поэтому раби меры и в эту сторону и в эту сторону мы устражаем для дома нечистота как будто на стороне дома для человека как будто на утрен на внешней стороне вами говорят нет мы идем по закону за домом и для облегчения и для усложнения дом становится нечистым а человек стоящий над этой стенкой он остается чистым рабби иуда умер кола котел добавить рабиуда говорит рабиуда говорит со всем что мы сказали до этого не согласен от вся стенка относится к внутренней части дома поэтому даже если ты не что-то будет снаружной толщины этого дома дом нечистый а все остальное чистое а фильм ца тума лицат кузь диноким и кимец ваба байд ваумеет милманан того как мы сказали что если даже находится на внешней толщины половине толщины этой стенки все что в доме нечистая тот состоит на этой стенке чисто то в четвертая мечта котель шебен чтебатим вятума бетухо ну примерно это та же самая история здесь стенка между двумя домами разделительная стенка и вот этот кусочек нечистоты находится внутри этой стенки в толщине этой стенки байта король туматами на король это лето гора того смотря в какой половине толщины тот дом в половине толщине толщины стены которого находится это не что-то все что в этом доме нечистое а тот который подальше чистый мессорами сочетами если ровно посередине толщины этой стенки оба дома не чистый там я не знаю ну что там мышка умерла мышка я не думаю что скверняет скажем там когда получилось что или мышка унесла или крыса там потом стенки были из камней тоже сделаны с отверстиями своей просьб проходили на плясах чтобы ничего говорить нужно все эти отверстия дырочки проверять допустим я не знаю там кто-то умер и крыса унесла кусок плоти человека и она в этой стенке сейчас теперь мертвы 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 укропит у матами теперь он говорит это нечто находится в одном из этих домов веке лимба коты а внутри стены есть какие-то изделия предметы мертвы мертвы укропит ума теме если вот эти изделия то есть они эти стенку сделали за этих каких-то предметов то эти предметы это толщина этой стенки из этих изделий она на половине стенки которая близко к дому с нечистотой теме то эти изделия становятся нечистыми мы хотим кропы укропит араты на если наоборот они с другой стороны стены то они чистый нечистотой не проходят в мертвы мертвы менты ме маа 50 50 опять если эти эти предметы они ровно по толщине поселить толщиной этой стенки то они становятся нечистыми дальше мазь его что это мазь его как бухарские дома так как у нас было раньше они строили дом на дом они ставили широкие доски а потом сверху глина так у нас строили правильно не помню такие дома были у нас все были глиняны вот эта крыша тоже была глина и если у нас на праздник сукот у человека нету места для сукот что он делает он может крышу разобрать снять снять крышу снять песок раздвинуть эти доски сделать себе суху потом после праздника закрой то он это называется вот это мазь его такая крыша щебен байдл алия тума бетуха мэх мэхэцэя ульмата байтами в алия теора то же самое вот это толстая крыша и в середине этой крыши есть нечистота опять смотря в какой части толщины нечистоты эта нечистота находится чебе на байлялия тума бетуха мэхэцэя ульмата байтами в алиятора два этажа да а между ними вот такая толстая крыша есть лет уничтожат на нижней толщине от unable necesit у алаха даш и если это нечистота на верхней толщиной крыше то то что наверху нечистое посередине оба дома становится получать нечистоту тума бэхат мэгээн векелим бама зима бама зима мэхэц я ухлопе тума теме им забру бэта оэта хара ты мой опять же то же самое а внутри этого потолка какие-то изделия предметы на втором этаже нечистота если эти предметы они на ближе к этому дому быть ближе ко второму этажу на на верхней толщины этой крыши тогда они станут чистыми если на нижней то числе со втором этаже не пока здесь говорится мусор про второй но здесь обычно там было два этажа больше не было но я имею ввиду на там может быть там пять шесть квартир на ровно не знаю типа яGeneral еуда говорит ото сумасла allow ан poll ahI動画 камел для suffered им опять им темиį 춤авле один нем экелия PRIFORING вы на третью эрkah кHI пребыва тума тума теми мекции наклопе тум畔 а теории я миллион секции Это изделие находится посередине, они нечистые. Раби Иуда говорит, неважно, на какой части толщины этой крыши находится нечистота или посуды, эта крыша сделана для второго этажа, чтобы по ней ходили, и вся она относится ко второму этажу. В каком месте нечистта, она перехода к второму этажу. Пятый месяц, тумае Венакорот, сделайте только в Тихо, ве Тахтея, к кляпке Ашумя, если есть там, это Коль Тами. Он говорит, тумае Венакорот, тумае Венакорот, кик или пачу как если помните у нас такие тоже крыши были балки были до тума бенокурот вот и между этими балками которые поддерживают крышу или пол второго этажа есть кусочек нечистоты тума теперь но я помню потом это дело я помню старые дома были с такими балками потом когда их покупали забивали их фанеры и тогда становился прямой потолок так говорит здесь я не знаю почему вы знаете да я не считаю что они нечистоты тума бенокурот ве тахтея махица дака кик или пата шум бевад че эна тума нир-эт бабаи ит имя шам потех тефа бенокума а коль таме бен обаит убена алия даре у кек кевер сатум ше эна маком на тума нацет он таме коль свива теперь миска балки и потом под этими балками как мы сказали тонкая перегородка даже если она такая тонкая как толщина шкурки от чеснока и это нечто находится между этими балками тума бенокурот в тахтея махица дака кик или пата шум имя шам потех тефах то есть там есть промежуток толщиной в один кулак и это нечистота не видно внутри нижнего дома а коль таме бен обаит бен алия все они становятся нечистым и первый этаж и второй этаж до ареуки кеверца тум ше эн баком лет тума нацет почему он считается как закрытая могила то нету там места для тумы выходить у мтаме коль свива все что вокруг него у нас скверняет но говорит мишна им эн шам потех тефах руина тума кииле и оптим и на тумане кнессы дабайт и ла ла алия шатума буха 2 улла но если нету там вот этого промежутка в один кулак тогда мы видим что это закрытая тума и это тумана идет наверх но не спускается вниз и тогда только второй этаж будет нечистый а первый не будет айта не рэд бето хаба и бенках у бенках а байт там и если же это период была такая тонкая что видно было это тума не что-то на первом этаже как бы там не был какой бы там промежуток не был даже был это просто там пространство или не было просоваться на один кулак и первый этаж и второй этаж становится нечистым дайну бенча речь был потех тэфа бенча мы сказали грамм фрэш бен мэхтэ у мэхтэ у мэхтэ лэмана байтами агро объясняет по-другому что вне зависимости на какой толщине на какой половине толщины было это нечистота на верхней или на нижней если это нечистота видна в первом этаже но даже она ближе ко второму этажу и первый второй становится нечистым из- correった шестая лишь н plus на хабар дан operating в橋ών тэпэ лэг Sher todas как и ку horizто мы большим животным те my Ultra сразу имя котел даже такие по этой деревне Mandатой багажett что группировали диаг disagreed с Бай去 саū incidents места при жарке тоже все women음 жизненные которые DPS можно вернуться тэкот senate выпética people gonna omnipу даюalter две квартиры и неkeep дки до сих shelter если даю Оттуда вырезают, то стенка посередине становится, то, что осталось посередине, становится стенкой. Эта камень автоматически становится стенкой между двумя этими домами. Идонка клепата шум кейцат. Вот эта стена считается, как будто она такая тонкая, как шкурка чеснока. Идонка клепата шум кейцат. Отдельно, да, но между ними есть стенка, только ее никто не строил, она сама автоматически получается. Поэтому говорит так. Не зависит от толщины этой стены? Сейчас посмотрим. Нет. Вот эта стенка, как мы сказали, между двумя пещерами и между двумя катакомбами. Идонка клепата шум кейцат. Который шум кейцат. О бенштея меород. Тума бабатим. И нечистота находится в одном из этих пещер. Вехали в котель. Валее. Афилию кихлепата шум. И рядом с этой стенкой находится изделие. А потом над ними сделали такую штукатурку. Даже тонкая, как кусочек, как шкурка чеснока. Те, хори. Аккалиндерам сакиметума. Вен динам кейдин котель, что бен, что ябатим, и шум, что наосе маэлав. Как мы сказали, он здесь говорит так. Так как эта стенка, она сама по себе. Ее никто не строил. Она сама по себе получилась. А нечистота не проходит. Мы не говорим, как предыдущих мечтает, что стенка от дома. И если там она сделана из этих кувшинов, и сделали там штукатурку. Мы сказали, что штукатурка должна быть достаточно толстая, чтобы эти кувшины не стали нечистыми. Здесь же говорит нет. Но объясняет здесь мечтнатый лезер, что это при условии, что эта стенка минимум толщина у нее 6 кулаков. 50 сантиметров. Если меньше, если меньше, то тогда мы уже смотрим, где находится эта нечистота. В какой половине толщины этой стены. Теперь независимо от штукатурки, которая должна быть толщиной. Да, в этом случае независимо... Что за штукатурка толщина от чеснока? Пример, это пример, что какая бы тонкая она ни была, уже она считается перегородкой. Она же совсем тонкая. Не, имеется в виду, какой бы тонкой, не обязательно, что она именно такая. Имеется в виду, что она... Это пример, который дает мечтна. Как у нас написано, например, что-то попало в еду, и там есть в тысячу разборщик. Знаешь, что это в тысячу? Можно говорить, что это в десять раз в тысячу больше. Это пример. Пример, насколько тонкой может быть эта перегородка. Дальше говорим, что... А если это нечто находится внутри этой стены, между этими катакомбами? А изделие, предмет находится внутри дома. А над этой нечистотой есть перегородка, вот толщиной опять, очень тонкая. Как мы сказали, нечистота в стене, а там есть тонкая перегородка. Все, что в доме становится нечистым, что это даже тончайшая перегородка останавливает продвижение нечистоты. А если там есть столб, который поддерживает это, и эта нечистота находится под этим столбом, посередине этой пещеры, тум-а, это тум-а поднимается наверх и спускается вниз. То есть все, что находится сверху или снизу, становится нечистым. И тоже закон... Тум-а, мы сказали, допустим, это... Ну, пример такой, скажем, что человек умер, и крыса унесла часть его мяса, 27 грамм или больше. Или мы сказали, что это ревит дам, то там 86 миллилитров крови уже сделает нечистым. То это... Для чего это все нужно? Для того, чтобы человек, если он знал, что он был в таком помещении, и пришел, и бета-микдаш стоит, и заточник пришел в мочах, он не имеет права заходить в бета-микдаш. Скажем, все очищение коэна мы с вами учили на тракта-диума, что было то, что он обрызгивал, очистить неумышленную нетумоту, которую человек заходил в бета-микдаш. Или коэн, и коэн, там у него было свое очищение, и простой еврей. И седьмая мишна. А в наши дни как это будет? В наши дни мы учим законный миш, но это очищает наши души. А вот эти, если вот... Ну, да, ура, но мы поддавили, что ли? То мы все, если даже человек, если не умер, мы все находимся в статусе нечистых тум-ой, нечистых мертвеца. Да, в машеях придет, будет красная корова, всех окропят, все будет нормально. Дальше. Ну, а мы делаем на теля-дедай. На все хватит? На все хватит, не переживайте. У бога проблем нету. Миква очищает, но от этой нечистоты не очищает. Слушай, я как-то слышал, что миква очищает от 400 видов нечистоты только у мужчины. 400 видов. То есть еще больше, значит. Седьмая мишна. То есть есть колонна. Над колонной есть узор, который выходит за край этой короны. Получается так. Этот столб стоит, из него вот эти украшения выделяются, ну, как карниз, да, или как называется? Корона его. Корона его, да. Она от столба отходит на один кулак. А под этим столбом есть нечистота. Келим Шитахадаперах. А эти зелья находятся не под столбом, а находятся под этой короной. Под этим украшением этого столба. Келим Шитахадаперах. Те говорим, они чисты. Диатум Абу Кадва Оля Венамит Пашет. Тетлицаддим. Почему? Потому что нечистота, она, да, она поднимается наверх. Нечистота поднимается. Но она в сторону не распространяется. В сторону не уходит. Верби Йоханан Бен Нурин Метта 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 Метта. Это когда есть потолок, да? Это когда есть потолок? Ну. Но это законы... Этот столб находится в Биршу Тарабим, говорит. О, Бегина, на улице находится. Это без потолка, на улице. Если потолок там было, это, скорее всего, нечисто. Это законы были для нас тоже? Человек, который нечистый, не имеет права доходить в Бетамикдаш. А мы же можем дотракиваться и своей любви. Но эти законы нужны нам сегодня. Правильно вы говорите. Сегодня они относятся только к Куэну. То есть Куэна сегодня должна охранять себя от этой нечистоты. Но завтра придет в машинах и будет Бетамикдаш. Человек хочет перезезти в Курбан Песах. Не имеет права зайти в Бетамикдаш. То есть я пошел на кладбище, сделал зиорат и пришел, должен охрапиться коровой, что ли? Да. Чтобы Бетак не дотразить. Да. Это во время на Аммидах. Да, да. Дальше. Поэтому он говорит так. Это во время на Аммидах. Это во время на Аммидах. Если там есть расстояние в один кулак. Над этими зелиями и над этой нечистотой, то все, что находится под этим, оно нечистое. Если нет между ними расстояния в один кулак, то говорит, что эти зелия остаются чистыми. Дальше говорит Мишна, шне парда саким. Что это как два шкафа? А как это нечистотой вывеси из этого дома? Малитца замаши еха. Ами? Да. Красная караушта была. Шне парда саким, айну, кейн аронот, бетокупли, лабайн, убае, ем халлонот, бэм, далатот, бэм бинуем. Зе бецадзе. О, зе алгамзе. Сейчас мы закончим с вами. А два шкафа или в стене дома, или друг рядом с другом, или один над другим. И нечистота находится под этим шкафом. Что находится? Если один из этих шкафов открыли, то этот шкаф и то, что в доме, в котором он открылся, становится нечистым. Нечистота из-под низа этого шкафа поднимается в этот шкаф и выходит из него в дом. Но рядом стоящий с ним шкаф, он чистый. Значит, если шкаф не большой, значит, не чистый. Да. Сегодня мы проходим законы, что останавливается, что не останавливается. Да, это веруин, это пардоскин, кильгу отэм. Идон мехцелем мехцелем. Лави это тумалабай. Так как этот шкаф закрыт, мы смотрим его, что он полностью закрыт и отделится от тем. Кильгу отэм. Да, это шкаф, но как будто это стена, как будто нет там пространства. Так мы смотрим на второй шкаф. Идон мехцелем. Ухилу, эншамхалак. Идон мехцелем мехцелем. Кимо тума шетахатакоте. Лави это тумалабай. Кимо шеломану лето. И дальше мы смотрим, где эта тума была. Мы сказали, посредине стены была нечистота. Смотря на какой части толщины этой стены это нечистота. Как в законе судомом, так и законно в этом шкафе. Мы посмотрим, где эта тума была. И она будет распространяться или не будет распространяться. А то мы после шахарита продолжим гумора. И далее бороться. Если на столбе забит гвоздь. И на гвозде висит, на сетке. Вы помните, да, раньше сетки у нас были? Вы помните? Сетка на базаре. Ходили сетки. И там находятся вещи. Как же продукты. Да. Как распространяется на это? Не знаю. Просмотрим. Это считается гвоздь, считается частью столба или нет. Или он считается растворившимся. Это другие законы. Аминь.